Нормандская четверка договорилась по Донбассу Украина бывшая СССР. Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными. 1. 1. Стороны выступили за урегулирование конфликта по формуле Штайнмайера. Согласно итоговому комьюнике, Минские соглашения остаются базисом для дальнейшей работы по урегулированию конфликта в Донбассе. 2. Лидеры Нормандской четверки выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера, которая предполагает особый статус для ДНР и ЛНР. На саммите смогли договориться о разведении сил и средств на трех новых участках к концу марта 2020 года, каких именно пока решается. Кроме того, было принято решение о полном прекращении огня в зоне конфликта до конца года. Участники Нормандского саммита также согласились провести обмен пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех на всех» до конца года. Следующую встречу лидеры Нормандской четверки намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе. Отмечается, что комьюники приняли в несколько измененном формате. Ранее МИД Украины уже раскрыл детали проекта итогового документа и перечислил положение о новых участниках разведения войск и об обмене пленными. О том, что итоговый документ будет содержать договоренности касаемо применения формулы Штайнмайера, в МИД не сообщали. Кроме того, еще до финальной пресс-конференции стало известно, что у сторон возникли проблемы с согласованием дальнейшего разведения войск из-за позиции Киева. По сообщениям источников, представители Украины заявили, что не смогут обеспечить безопасность этого процесса. 2. 2. Украина намерена снова обсудить границу и выборы в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что на саммите удалось поднять не все необходимые вопросы. Так, стороны не смогли договориться о контроле за границей с Россией в зоне вооруженного конфликта. Киев настаивает, что сначала ДНР и ЛНР должны предоставить доступ к ней международным наблюдателями украинским пограничникам, а уже затем можно говорить о проведении выборов в Донбассе. Москва считает, что эти действия нужно выполнять в другом порядке, как и прописано в Минских соглашениях. Президент Украины заявил, что намерен поднять этот вопрос на следующем нормандском саммите. 3. 3. Зеленский отказался обсуждать федерализацию Украины. Владимир Зеленский фото. 4. 4. Консенсуса по газовому вопросу достичь не удалось. Тему транзита газа через Украину затронули на двусторонней встрече Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. В делегацию Киева также вошли министр энергетики Алексей Аржели, исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Со стороны Москвы к обсуждению были приглашены министр энергетики России Александр Навак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. До итоговой пресс-конференции исполнительный директор Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» не будет отказываться от требований по компенсации к «Газпрому», а вопрос продления транзитного договора по газу между Украиной и РФ требует дальнейших переговоров в различных форматах. При этом Витренко счел прошедшие переговоры конструктивными. Зеленский на итоговом брифинге также положительно оценил диалог с российской стороной и заявил, что он будет продолжаться. Сейчас общая сумма претензий Украины к «Газпрому» на данный момент достигает 22 миллиарда долларов, из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в стокгольмском арбитраже, еще 7 миллиардов на штраф антимонопольного комитета Украины. Переговоры по транзиту газа через Украину должны были состояться еще 5 декабря, однако они сорвались. Их условием было согласование технических деталей контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, а затем и сам Путин отвергли предложенные Украиной тарифы как неоправданно высокие. 5. 5. Путин и Зеленский поспорили об украинизации. На итоговой пресс-конференции между лидерами двух стран возникла дискуссия по поводу закона о функционировании украинского языка как государственного, принятого в Киеве в этом году. Путин отметил, что Россия выступает за равные права для русскоязычного и украиноязычного населения Украины, на что Зеленский отметил, что русский в его стране не запрещен. На это российский лидер возразил, что планирующаяся ликвидация русскоязычного образования в стране, где 38% жителей говорят на этом языке дискриминация. 6. 6. Под окнами офиса Зеленского третьей сутки стоит палаточный городок. Тем временем в Киеве рядом со зданием администрации президента Украины разбили палаточный городок участники акции «Красные линии для Зеленского». Люди вышли на улицы еще 8 декабря. Массовую акцию организовали партии экс-президента Петра Порошенко и «Европейская солидарность», «Батькивщина Юлии Тимошенко» и «Голос Святослава Вакарчука». К митингу также присоединились националисты, в частности, экс-глава батальона Азов Андрей Белецкий, который ранее пригрозил сорвать разведение войск в Донбассе. Участники акции требуют, чтобы Зеленский не шел ни на какие уступки в плане единства Украины. Под уступками или капитуляцией митингующие подразумевают и пункты минских соглашений, например, предоставление особого статуса ДНР и ЛНР. В противном случае они грозят продолжением и усилением массовых протестов. Ксения Богачева